Друзья, всем привет! Я не так давно вернулся из Барселоны, был там на IOT конференции. Это такое большое мероприятие, посвященное технологиям и технологиям именно в таком глобальном плане, то есть что будет происходить там с производствами, что будет происходить с городами, то есть куда вообще движется наш мир. И очень интересная была поездка, и сегодня я хочу с вами поделиться ключевыми трендами, которые ожидают нас в ближайшее десятилетие, и на что было бы полезно обратить внимание, если вы там занимаетесь большими производствами, или если вы работаете в сфере технологий, или если вы планируете вот в какую-то сферу удариться, то что было бы интересно, и что было бы, наверное, полезно изучить для своего дальнейшего движения. Первый тренд это смарт-пространство, то есть это смарт-офисы, смарт-города, смарт-дома и смарт-производство, то есть все, что позволяет очень легко и быстро интегрироваться в IT-инфраструктуру и максимально подстроить пространство под нужды того или иного пользователя. То есть это прям большой тренд, который сегодня есть. Следующее это, конечно же, подключенные устройства, то есть так называемые connected devices. Это когда все девайсы, которые у нас сегодня есть, они так или иначе находятся в постоянном подключении к интернету, обмениваются между собой информацией, и на основании той или иной информации принимаются какие-то ежесекундные, ежеминутные, то есть постоянные решения, которые нацелены на то, чтобы улучшить наш опыт. То есть user experience, как говорится. Вот это прям очень большой тренд, потому что мы видим то, что сегодня и в спорте, и в повседневной жизни у нас там часы, у нас телефоны, у нас навигация в машине, там какие-то домашние вещи, они все-все-все заводятся в интернет. Следующая большая, вообще прям очень большая сфера, это big data и экономика аналитики. То есть что это значит? Есть такое даже выражение, что big data это золото нашего времени. То есть те люди, которые могут собирать большие массивы данных, а самое главное, кто их может очень круто обрабатывать и конвертировать в продукт, те люди будут способны заработать очень много. То есть сегодня информация собирается абсолютно отовсюду и очень важно не просто ее собирать, а именно вот работать с этой информацией. Поэтому вот это прям большая такая тема, мы ее обязательно раскроем отдельно, я о ней расскажу в последующем выпуске. Следующее это peer-to-peer economy и это значит то, что сегодня очень многие сервисы, они предоставлены большими компаниями и рядовые пользователи ими пользуются. На самом-то деле и следующая такая часть, скажем так, куда модернизируется экономика, это то, что люди будут предоставлять услуги людям. В принципе, сегодня это уже есть там в определенном секторе, там во фрилансе, еще где-то, то есть уже услуги, где люди предоставляют людям, они уже существуют. Но дальше это будет такая более масштабная и особенно вот это относится к peer-to-peer sharing, когда мы начинаем там шерить какие-то assets, которые у нас есть, там квартиры, машины, еще что-то. То есть и на этом зарабатывать, да, чтобы это пространство оптимизировать, чтобы оно как бы не простаивало просто так. Пока еще непонятно какому году и непонятно насколько это будет прям массивно, но есть такой концепт, что вот это автономные автомобили и так называемый каршеринг, он станет массовым. И он станет на уровне не компаний-посредников, как это сегодня есть там Яндекс, Белка или там U-Drive. Ну, я беру российский пример. А это прям станет на, будет на уровне производителей там Toyota, BMW и прочие корпорации. Они будут сами, сами интегрировать это и они будут сами заниматься вот этими сервисами, чтобы максимально популяризировать использование своего транспорта, либо там по подписке, либо еще какими-то другими способами. Соответственно, вот это тоже такой большой тренд. Гиперперсонализация. Это очень крутая тема, ее тоже раскроем отдельно в отдельном выпуске. Гиперперсонализация, я уже ранее сказал про то, что Big Data это прям такой большой тренд. И гиперперсонализация это больше о том, как его использование вот этой Big Data может максимально улучшить продукт под конкретного пользователя. То есть идея в том, что одним и тем же продуктом разные пользователи могут пользоваться по-разному. Возьмите, к примеру, там iPhone, допустим. Кто-то просто фотографирует и делает звонки. Кто-то использует очень обильно его для того, чтобы сидеть в соцсетях. Кто-то делает еще что-то, кто-то вообще там, не знаю, управляет серверами дистанционно с этого же iPhone. То есть абсолютно разное использование, абсолютно разный такой user experience. И идея вот этой гиперперсонализации в том, чтобы, собирая большие массивы данных, максимально сделать так, чтобы дистанционно можно было подстраивать свой продукт под клиента. То есть один продукт под разные типы клиентов. Дальше у нас идет геймификация. То есть это больше такая маркетинговая история о том, как при помощи геймификации вовлечь максимально пользователей или клиентов в свой продукт или в свой сервис, так, чтобы он уже просто не мыслил своей жизни без вашего продукта. Об этом расскажу подробно. Очень крутой есть японский опыт. Про него прям отдельный выпуск сделаю. Будет интересно. Посмотрите в следующих выпусках. Экономика сервисов вместо экономики вещей. То есть что это значит? Если в сегодняшнем мире мы покупаем все вещи, чтобы ими пользоваться, стиральные машинки, ноутбуки, телефоны, автомобили, то в будущем экономика будет строиться на том, что мы это все будем брать бесплатно. Но мы будем платить за использование. Именно благодаря тому, что все эти устройства смогут быть подключенными к интернету и могут дистанционно анализироваться и отслеживаться. Именно на основании вот этого будет возможно, соответственно, платить за использование, а не за владение. То есть в каких-то случаях это выгодно, в каких-то нет. Но тут уже вступает как раз-таки вот эта гиперперсонализация, где за счет вот этих обработки твоего клиентского поведения компания будет находить способы, как максимально извлечь прибыль из своего продукта. Предиктив аналитика, как сказать, аналитика, предсказания, в общем, такой форкастинг, да, это тоже относится к big data, но это отдельная такая сервисная история, когда сервисы, которые предоставляются, они будут на уровне производителей работать по форкастингу. То есть, иными словами, есть какое-то производство, скажем так, печатное производство, там печать какой-то продукции, газет, неважно, они используют определенные машины, да, вот там принтеры большие, индустриальные. И, соответственно, идея заключается в том, что если сейчас компания сама отслеживает и обслуживает эти принтеры, там вызывает специалистов и так далее, и так далее, то в будущем за счет подключения к сети на основе вот этих больших массивов данных производитель уже непосредственно, он сможет отслеживать, как вообще работает его техника у клиента. И вместо того, чтобы клиент сам об этом заботился, он будет прогнозировать, когда там предстоит, при текущей загрузке, когда предстоит обслуживание, когда нужно будет заменить там картриджи, когда нужно будет какой-то технический чекап сделать и так далее, и так далее. И уже благодаря этому он будет предоставлять сервис, который позволит производству не останавливаться. То есть если он видит, что загрузка растет, автоматически меняется план обслуживания, и технический специалист от производителя сразу же приезжает на это производство, делая все необходимые манипуляции заранее, чтобы даунтайма в принципе на производстве не было. Это тоже вот такая большая сервисная история, к чему все идет. Большой будет еще тренд на продажу данных, легальную продажу данных, то есть мы здесь не говорим ни о чем нелегальном. В каком плане? Сегодня, поскольку такой наступает эпоха бигдейта, будет очень сильно расти количество информации, которую владеет компания. Зачастую, конечно же, компания сможет использовать эту информацию для своих целей, но какая-то информация, возможно, и не нужна. То есть будет такая сайт-дейта, которая еще не, возможно, либо не востребована, либо та информация, которая может пригодиться кому-то еще. Ну, допустим, у вас там большой-большой интернет-магазин или портал, допустим, как Амазон. Он собирает просто, не знаю, там миллиарды этих данных по клиенту, по поведению, по продукту и так далее, и так далее. И что будет происходить дальше? Амазон, допустим, он имеет возможность продавать эту информацию каким-то поставщикам. То есть если вы хотите вывести свой продукт на рынок, вам нужно понять не через аналитические агентства, что происходит на рынке, а прямо с полей. И, допустим, поскольку Амазон сегодня является большой площадкой торговой по всему миру для большинства компаний, зачем вам идти к кому-то еще, когда вы можете прямо с этих полей собрать необходимую живую информацию. И Амазон вам ее может продать. То есть у него есть аналитика, там, поведение клиента по схожему товару, по, допустим, по такому-то сегменту или по такому-то региону. И он вам может эту информацию продать, чтобы на основании нее вы могли принять какие-то решения или там адаптировать свой продукт по те или иные рынки. То есть это очень большая ниша, которая тоже связана с Big Data. Ну и, конечно же, самый большой такой технический прорыв, который ожидается в ближайшее время, это 5G-сети. Сейчас Скандинавия является самым таким большим и прорывным, так сказать, первопроходцем в этом направлении. Они уже активно в Smart City интегрируют вот эти все самые 5G-сети, чтобы мониторить городской трафик, транспорт, какие-то ЖКХ-услуги и так далее, и так далее. То есть все, что связано с интеграцией это в городские пространства и с дальнейшим их обслуживанием, это тоже большой тренд, на который стоит обратить внимание. В принципе, это все. Как я уже сказал ранее, на каких-то из этих топиках я остановлюсь более подробно и в следующих видео расскажу о них. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях под этим видео. Также, если для вас это видео было полезным, подписывайтесь, жмите на колокольчик, и вы не пропустите следующие выпуски. Спасибо вам большое и до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok